Всем привет, друзья! Мем из 2027 года с данной большой птицей начал очень активно форситься, и сегодня я вам расскажу одну безумную теорию, которая мне пришла на мысль. Погнали! Возможно, вы помните мем из 2026 года, где ползет данный медведь на коленях. Эти два мема изображены на зимнем биоме, они оба изображены, получается, зимой. Также я вам напомню, что данных два мема созданы с помощью искусства и интеллекта, а это уже что-то. Напомню вам, друзья, что мем из 2026 года, скорее всего, был создан по запросу, что будет после проекта Уиллоу. Кто не знает проект Уиллоу, это просто он ведет к глобальному потеплению, возможно, к концу света. Но что насчет птицы из 2027 года? Как мы знаем, она создана с помощью искусства и интеллекта, и только автор данного мема знает, какой запрос был задан искусством и интеллекту, что получилась данная картинка. Мое предположение такое, что данная птица мутант, возможно, после ядерной зимы, лет так через сто. А вот эти люди, это последние люди, которые выжили после ядерной зимы и как-то сжили с данными птицами. Если вы подумаете, что это какая-то безумная и дебильная теория, давайте вспомним и Чернобыль. Как мы знаем, после Чернобыля появлялись всякие животные мутанты. Да, друзья, вот такие вот мутанты реально есть на земле, и это не фотошоп, а такое реально было и есть на данный момент. Поэтому отвергать такой вариант, что данная птица не будет через сто лет и, возможно, после какой-то катастрофы, возможно, что такая птица это какая-то мутирующая большая птица, отвергать не стоит. Также вспомним, что это создано с помощью искусственного интеллекта. Это не запрограммированная картинка каким-то, возможно, художникам и так далее. Это искусственный интеллект, программа, которая сама думает и сама сделала подобную картинку. Возможно, автор данного мема задал запрос искусственному интеллекту, что будет после ядерной зимы. Поэтому, друзья, если в скором времени будут появляться новые подобные мемы, и они все будут изображены в зимнем фоне, зимним биомом, знайте, что это очень нехорошо. Также в комментариях под тем видео подписчик тоже задал подобную теорию, что это, возможно, случилась какая-то катастрофа на земле, и пингвины, и вообще животные мутировали и стали вот такими большими гигантами. Поэтому, друзья, пишите свои догадки в комментариях, какая, возможно, у вас теория и что вы думаете по данному поводу. Но на этом все, друзья, подписывайтесь на канал, всем удачки и пока.